Ее называют жесткой змеей. Это имя ей дали не случайно. То количество яда, которое она выделяет, может убить 100 человек. Степень токсичности этой змеи в 180 раз превосходит ядовитость кобры. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Наливайте чаек, присаживайтесь поудобней и мы начинаем. Этих змей в природе существует три вида. Обыкновенный или прибрежный тайпан, тайпан маккоя и оксиранус тампаралис. Последний был открыт в 2007 году. Прибрежный тайпан – самая крупная ядовитая змея Австралии. Более того, это одна из самых смертоносных змей в мире. Помимо Австралии, этот вид также встречается и в Новой Гвинеи. Тайпан внутренних территорий был обнаружен также в Австралии. Ареал обитания маккоя ограничен западным Квинслендом. Правда, иногда ее можно встретить и на севере Нового Южного Уэльса и Северной территории. На самом деле, о тайпанах долгое время ходили легенды и не все верили в их существование. Ведь с людьми они практически не контактировали. Впервые тайпана описали в 1867 году. И потом в течение полувека о змее не было никакой информации. Более подробную змею изучили в 1950 году. Молодой ловец Кевин Баден поймал присмыкающиеся 28 июня 1850 года. Однако парню не повезло. Тайпан укусил его за палец и тот умер. Но змея все равно была доставлена в научный центр. Тайпаны живут в лесах и лугах. Предпочитают держаться подальше от населенных пунктов. Даже во время охоты они редко выходят на открытые пространства. Тайпаны очень подвижные, быстрые и агрессивные змеи. Охотятся они преимущество на небольших млекопитающих. Мыши, крысы, зайцы, лягушки, птицы и прочее. Во время охоты змея выслеживает добычу и настигнув ее, совершает молниеносный бросок. В момент укуса тайпан выпускает в тело жертвы большое количество яда. Поэтому животное умирает в течение нескольких секунд. Тайпан довольно крупная змея, максимальная длина тела которой может достигать 4 метров. В среднем длина тела тайпанов не превышает 2-2,5 метров. На верхней челюсти имеются невероятно длинные для змеи ядовитые зубы. Длина их превышает 1 сантиметр, которые соединены с ядовитыми железами. Вокруг желез имеются мышцы, которые предназначены для выдавливания яда из желез. Во время укуса змея глубоко вонзает зубы в тело жертвы. В этот момент сокращаются мышцы и яд тонкой струйкой стекают по желобкам, которые находятся на поверхности зубов. Спаривание в основном происходит в убежище самца. Причем спариваться змеи могут практически в любой месяц года. Также одна самка может делать по 2-3 кладки в течение года. Количество откладываемых яиц колеблется от 5 до 22. Вылупление происходит через 56-66 дней. Тайпаны представляют большую опасность и для человека, так как обладают очень сильным ядом. В ядовитых железах змеи содержится такое количество яда, которого хватило бы, чтобы убить свыше 100 человек. Очень часто тайпаны сами нападают на человека, который приближается к ним. Перед укусом змея как бы предупреждает человека о своем намерении укусить его. Для этого змея сворачивается в несколько колец, поднимает голову высоко над землей и совершает 2-3 выпада в сторону обидчика. После этого, если враг не отошел в сторону, змея быстро выпрямляется и бросается на человека. Скорость ее движения во время броска составляет примерно 3-4 метра в секунду. Поэтому шансов спастись у человека практически не остается. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Берегите себя. До скорой встречи. Всем пока.